Мы у вас ничего не брали. А ну, брось. Милицию вызовите. Милиция! Милиция! Б**ь. Твоя квадратная, да? Б**ь. Тебе показали? Видел съемку, да? На этом видео слышны голоса пяти активистов, организовавших проверку, и нескольких охранников магазина. Последние противостояния на кулаках выиграли. В результате сегодняшнее утро для вчерашних контролеров началось посещение больницы. Публицист Станислав Федорчук впервые присоединился к подобным рейдам. Вчера его били ногами и пытались повредить дорогую видеотехнику. Аппаратура серьезно не пострадала, вот самому журналисту в больнице придется провести около 10 дней. У Павла Колесника итоги вчерашнего рейда налицо. Сломан нос, ушибы, ссадины, сотрясение мозга. Сегодня заключением судебно-медицинской экспертизы он обратился в милицию. Надеется, что правоохранители помогут бороться с беспределом. Били уже в супермаркете серьезно по голове, по затылку всех, кто снимал, у кого были в руках камеры, фотоаппараты. То есть выталкивали именно такими мощными ударами, от которых люди теряли сознание по такой руководительной частности. Пострадавшие утверждают, что их избивали люди, которые даже не показали удостоверение охранников. Организаторы рейда свое право на съемку аргументировали с законом Украины, но такие объяснения слушать не захотели. Законы Украины разрешают. Какие законы Украины? Как какие законы Украины? Ты администрации спросил, можно ли они? В Украине живете? А ты администрации спросил, можно ли они? Сегодня начальник службы охраны этого заведения объяснил, почему его подчиненные избили посетителей. По его словам, сотрудников магазина оскорбляли и провоцировали. Все для того, чтобы разместить отснятое видео в интернете. На насточные просьбы сотрудников охраны выйти из торгового зала. Коль нету разрешения на видеосъемку, они пытались инспирировать конфликт. Это однозначно. Начали шуметь, что чуть ли их не бьют, что да вы тут с гор спустились, да мы еще сюда вернемся. Я уже не говорю там про черные черномазы и прочие дела. Такие инциденты позорят город, заявил мэр Донецка Александр Лукьянченко. Он уже обсудил это происшествие с милицией и прокуратурой. Попросил взять дело под особый контроль. При этом будут изучать действия как охранников, так и журналистов. С возможным наказанием для торгового центра уже определились. Если там будут найдены нарушения, то мы его просто-напросто закроем и на этом дело закончится. Материалы направлены в прокуратуру для проведения доследственной проверки по части 1 статьи 171 УК Украины. Умышленное воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Максимальное наказание, которое предполагает санкция данной статьи, до трех лет ограничения свободы. Такие проверки проводят для того, чтобы показать реальный уровень сервиса и качество товаров, продаваемых в донецких супермаркетах, объясняют активисты. Вчера побывали в нескольких магазинах, но лишь в последнем столкнулись с агрессией. Ростислав Сысоев, Роман Фролов, Панорама.